Всем привет! Вы слышите Лёшу Халецкого, и в этом видео я вам объясню механику культурной победы. Как вообще это всё работает, откуда берутся туристы, внутренние, внешние. Сразу предупрежу, это не гайд, как добиться культурной победы. Я расскажу о механике. Само как вот, откуда берётся туризм, как от него защищаться, как нападать. А гайд по тому, что надо строить, знаете, вот это вот всё, это всё-таки позже, потому что тут с каждым патчем всё меняется, изменяется, и делать по этому поводу гайд не стоит. Туризм, культурная победа, по-моему, в шестой цивилизации очень такое навороченное нечто, и я сам, мне понадобилось довольно много времени, чтобы с ним разобраться. Как было в пятой. Вы накапливаете туризм, и если у вас больше в итоге туризма, чем культуры у других наций, то вы победили. Здесь же, как бы, идея, в принципе, осталась той же, но благодаря тому, что тут много всяких формул, и требуются разные штуки для победы, о них чуть позже, то победа культурная очень неочевидна. Дальше более подробно. Вот смотрите, чтобы победить культурно, в принципе, тут вот всё правильно написано, надо, чтобы ваши приезжие туристы, то есть внешние, я их лучше так называю, те, которые приезжают в вашу страну, их было больше, чем внутренних туристов в стране, где их больше всего. То есть в данном случае, не считая нашу страну, естественно, не считая нашу страну, вот для нас больше всего внутренних туристов у Японии 109, значит, нам надо, чтобы наших внешних туристов было 110, чтобы к нам приехало 110 туристов. Так вот, в чём разница между внутренними туристами и внешними, этими самыми приезжими, вот это нигде не объясняется, это тупо даже в цивиллопедии не написано, то есть догадайся, как хочешь, сам. Начнём, значит, с внутренних туристов, как они высчитываются. Здесь всё зависит только от культуры. Вот сейчас появляется формула на экране. Нужна аккумулированная культура плюс аккумулированная на цивиках-евриках культура, делённая на 100 и округлённая вниз до целого числа. Вот эти внутренние туристы — это ваша защита от чужой туристической победы. И тут вам нужна только культура. Нужна только культура. То есть вам туризм не нужен, чтобы защищать. Потому что вначале казалось, что для защиты от туризма нужен свой туризм. Нет, на внутренних туристов влияет только наша культура. Чем больше будет у вас культуры, тем лучше. Соответственно, если кто-то начинает побеждать туризмом, то вы у себя увеличиваете культуру. На туризм не обращайте внимания. Увеличивайте культуру, тогда у вас будут увеличиваться внутренние туристы, и вы помешаете человеку победить. Пояснение по формуле. Что значит плюс аккумулированные цивики-еврики культуры? Как вы понимаете, для открытия любого цивика вы можете это ускорить. Вот в данном случае у меня, например, гражданская служба. Чтобы ее ускорить, надо довести население города до 10. Тогда она в два раза ускоряется. Так вот, это ускорение как бы не пропадает. Вы это ускорите... То есть в данном случае 275 базовая стоимость. Это, наверное, на стандартной скорости. Значит, вы половину, то есть 137, да, 137 с половиной, вы получите плюс к аккумулированной культуре. И, соответственно, все вот эти вдохновения, они будут складываться и дополняться. То есть для того, чтобы получить защиту, то есть внутренних туристов, вам реально надо выполнять вот эти все вдохновения в культурной штуке. И они будут добавляться к внутренним туристам. И, соответственно, вы, кстати, таким образом, выполняя вот эти эврики, вы можете сразу заходить... Точнее, не сразу, наверное, на следующий ход. Оно каждый ход пересчитывается. Заходить и видеть, что у вас внутренний туризм увеличился на определенное количество туристов. Так как делится на 100, да, то, соответственно, любой цивик, который дает вот этим вдохновением больше, чем 100 культуры, он добавит вам одного внутреннего туриста. Поэтому, если так подвести итог по внутренним туристам, очень важно выполнять цивики. В отличие от пятой цивы, защита от победы туризмом, это теперь не только саккумулированная вами культура, но и плюс выполненные цивики, выполненные вдохновения для цивиков. Так бы было просто культура, теперь нет. Культура плюс выполненные вдохновения, деленное на 100 и округленное до целого числа. То есть в данном случае, например, грубо говоря, у меня аккумулировано 40 тысяч культуры на данный ход. Поэтому у меня 402 внутренних туризма. 40 тысяч культуры. Сколько из них пришло с цивиков, неизвестно. Но я думаю, что так, примерно треть, я так думаю, и две трети это чисто моя культура. Еще раз, по внутренним туристам. Тут главное набирать культуру и выполнять цивики. И тогда у вас будет больше внутренних туристов. Если с внутренними туристами все предельно понятно, то с внешними влияет очень много факторов. И здесь вот так просто уже не посчитать. Ну, во-первых, тут уже важен туризм, то есть ваши очки туризма. Но несмотря на то, что вот у меня, например, видите, 1028 туризма, аж 1028. А у моих соперников у одного 46 вход, а у другого всего 92. Да и культуры вход у них вот сейчас не особо много, ведь у меня культуры-то в 6 раз, наверное, больше. Все равно мне до победы туризмом еще аж треть вот этой вот фигни набирать. В чем же тут дело? На каждую нацию я по-разному туристически влияю. Ну, это, опять же, похоже, как в пятой цивилизации, но теперь есть и как общие модификаторы, так и частные. Вот особенно на Англии видно. Видите, общее сокращение туризма на 21%, но сокращение религиозного туризма на минус 50% из-за разных религий. Минус 21%, ну, это примерно, у меня, 1028, да, туризма, то есть, ну, минус 200, считайте. И еще чуть-чуть религиозного туризма. Религиозный туризм – это к реликвиям. У меня их, по-моему, вообще нету в этой игре, поэтому, по-моему, он и никак не влияет вообще. На Японию же действуют только общие модификаторы. Вот в данном случае минус 27% из-за разных типов правления, но плюс 75%, потому что у меня торговый путь к ним бегает. Это у меня принят такой цивик. Ваши международные пути, вот, плюс 50 туризма для цивилизации, к которым проложили торговые пути. Ну, и плюс 25%, вот, он дает плюс 50%, и плюс 25% без цивика – просто торговый путь. Поэтому у меня к Японии плюс 50%. Вот видите, у меня туризм 1028, плюс 50%, и так примерно 500 на вскидку, и поэтому получаем в итоге 1521. И таких вот модификаторов 5 штук на самом деле есть. Я не хочу просто их тут все разбирать, ну, я так, в процессе гайда коснусь, но нам главное понять, откуда вот эти туристы берутся. Почему здесь 13, а тут 20, например, да? Хотя у меня 1028 туризма, и как они будут добавляться? Вот как мне по-быстрому получить 110 туристов? Хотя, ладно, все-таки уточню по поводу модификаторов. Значит, может увеличиться туризм, если у вас одинаковые религии, или, соответственно, уменьшатся, если разные, но это влияет только на реликвии, на реликвии, а не на общий туризм. Открытые границы увеличивают туризм. На 25%, соответственно, закрытые просто ничего не дают. Торговые пути, как я и сказал, могут увеличивать. Разные правительства уменьшают вот количество туризма. И в итоге мы вот получаем базовое значение для туризма к определенной нации. Еще раз повторю, для разных. В разные нации он будет разный. Вот отсчитывая отсюда, в зависимости от того, какие модификаторы на него действуют. Сейчас у вас на экране возникает формула того, как высчитываются внешние туристы каждый ход. Берется общее накопленное число туризма. Опять же, для каждой нации. Вот видите, например, для Англии. Туризм за все время. За все время. 16774. Для Японии за все время. 204035. Накопленный туризм за все время. И делится на произведение количества цивилизаций и 150. В данной игре у меня 8 цивилизаций было. То есть считается, вообще, сколько наций в игре стартует. Неважно, сколько сейчас осталось, стартует. 18 наций. 8 умножить на 150. Это 1200. И 24 035 разделить на 1200. Получится примерно 20 и 29 тысячных. Это число округляется до целого вниз. То есть если бы у меня там было даже 20,9, все равно в итоге получилось бы 20 туристов. И вот на данный момент у меня 20 туристов. Следующим ходом, по идее, если вот даже посчитать, получится 25 556. Опять же разделить на те же самые 1200. И вот с таким приростом у меня уже будет 21,29 туризма. Туриста в Японии. То есть на одного туриста я увеличу за один ход. То же самое касается и Англии. Вот 13. Следующим ходом у меня будет к Англии 17 тысяч примерно 579, видимо. Опять же делим на 1200. Это 14,65. То есть 14 туристов. Я, значит, за один ход на два туриста прибавлю. Вот здесь. Вот и все. На самом деле это все не так уж и сложно. Но они эти формулы запрятали как-то так очень странно и по-хорошему не очевидно. Хотя в итоге осталось все то же самое. Для того, чтобы победить туризмом, надо как можно больше туризма аккумулировать. А для того, чтобы от него защититься, надо как можно больше культуры аккумулировать. И еще очень желательно в социальных политиках выполнять все вдохновения. Потому что они для защиты еще больше дадут, чем просто аккумулирование культуры. Так что не забывайте про культурные районы. Ничего сложного в этом плане нет. Еще интересно, в игре сделано различие в плане разных типов правления. Тут не просто вот, видите, разный тип правления. Тут минус 21%, а тут минус 27%. Почему он разный? Потому что разные типы правления дают разные штрафы. Вот сейчас опять появляется таблица по типам правления. Видите, автократия минус 2 написано, теократия минус 4, коммунизм минус 6. Опять же, есть формула. Складывается вот этот коэффициент типа правления у вас и у человека, к которому вы отправляете туристов, типа или он к вам, чтобы получить вот этот бонус или минус к туризму, умножается на туристический фактор правительства. На данный момент он в игре, абсолютная величина установлена, 3. То есть умножается на 3. Возможно, он там в патчах будет меняться как-то. И вот получаем этот фактор. В данном случае, если тут минус 27%, да, разделим на 3, значит 9. Разница у нас в 9. У меня коммунизм. Значит, скорее всего, у Японии либо демократия, либо монархия, которая еще минус 3 дает. То есть минус 3, минус 6 за коммунизм. И мы умножаем на 3, получаем минус 27% к туризму в Японию. Если бы у нас у обоих был коммунизм, то, соответственно, никакого штрафа бы не было. А вообще самый большой штраф – это фашизм с коммунизмом. Там минус 5, тут минус 6, и в итоге мы получаем минус 33%. Так что еще один из вариантов, например, защититься от туристической победы кого-то, принять такое правительство, чтобы оно давало штраф по туризму к вам. Уже стало доброй традицией, что мои видео выходят при поддержке 2GIS. Адреса, расстояние, время работы и другая детальная информация о городе в одном приложении. Заходите на сайт 2GIS.ru и совершенно бесплатно скачивайте приложение для вашей платформы или операционной системы. 2GIS, если быть точным. Самое важное, по-моему, я рассказал вот эти формулы внешних и внутренних туристов. Теперь это более понятно стало, как оно все считается. Но все-таки еще несколько слов, откуда берется туризм. Понятно, что шедевры. Но, кстати, в отличие от 5-й Цивы, тут они еще и больше культуры дают. Так что, в принципе, неплохо их получать не просто ради туризма, но и культуры, чтобы быстрее у вас цивики открывались. Шедевры, понятно, берутся от великих людей. Обратите внимание, ничего нового не появилось. Но, кстати, также есть реликвии от пророков. Правда, они дают вместо культуры будут веру давать. К сожалению, у меня тут нету этих шедевров от пророков, чтобы вам показать. Но туризм тоже дают. Это самый религиозный туризм. Но обратите внимание, я хотел показать, что вот есть темы в музеях. Это вот археологические музеи. Тут все понятно. Тут главное, чтобы одной эпохи разных стран были. Одной эпохи это все просто. А вот в художественном музее немножко, по моему мнению, дебильновато сделано. Тут тематический бонус исходит от того, какой шедевр у вас в первой ячейке. Причем здесь важно не только вот, например, три скульптуры, чтобы было. Три скульптуры разных авторов. То есть вам как минимум надо внезапно, чтобы вам достались великие художники, которые именно скульптуры делают. Причем три разных великих художника. Это, по-моему, на данный момент в игре очень сложно сделать. Так еще и картины различаются. То есть, например, есть пейзаж, есть портрет, есть религиозный объект. И это все разное. То есть вам нельзя три картины поставить в художественный музей разных авторов и получить тематический бонус. Нет. Вам надо, чтобы было три пейзажа раздельных, тогда будет тематический бонус. Три раздельных религиозных объекта. Три раздельных портрета. Если несколько человек такие вот шедевры получают, то тематический бонус получить получается, ох, извините за тавтологию, сложно. Поэтому, по моему мнению, археологические музеи – более выгодная постройка. Да, вам требуется еще построить археолога, собственно, и открыть археолога еще в дереве социальных технологий. А это не всегда выгодно вот сюда идти. Вот естественную историю, тут колониализм, естественная история. Но в итоге, если получать туризм, то именно археологические музеи выгоднее. Тем более, что тут есть культурный туризм, видите, цивик, плюс 100% туризма от художественных шедевров и артефактов именно. Есть великие люди, которые именно на артефакты работают. Сейчас я тут найду. Найду был у меня такой. Даже два таких великих. Вот, великий ученый Мэри Лики. То есть он дает плюс одну науку за каждый артефакт в городе. И артефакты во всех ваших городах вырабатывают 300% обычного количества очков туризма. Ну, офигенно. А уж если вы за Англию, например, играете, где в археологических музеях 6 ячеек, а не 3. Так это вообще супер-пупер вариант. Дальше не забывайте про... Во-первых, не забывайте, что есть такая вот линза туризм. Он открывает все места на карте, которые вам дают туристов внешних. И не забывайте про национальные парки. Вот у меня национальный парк. Один из таких. И про курорты. Так, где-то у меня тут был курорт построен на мысе. Так, на мысик. А, вот у меня построен курорт. Вообще курорт неплохая штука. Он еще и золото дает. Видите, две пищи и пять золота. Вот эти цифры, которые в линзе показаны, это сколько туристов привлекает это место. Уже внешних туристов привлекло. Опять же, посчитать это можно. Вот навести. Видите, 997 очков туризма накоплено. При этом 16 очков туризма вход здесь. Или, например, тот же национальный парк. Посмотрите, 44 очка туризма вход. Очень неплохо. Очень неплохо. Единственное, что... Опять же, меня спрашивали, где эти национальные парки можно строить. Их можно строить вот именно, чтобы было такое место в четыре клетки. В четыре клетки нетронутых природой. В основном это чудеса, горы. И, в принципе, когда вы покупаете натуралиста за 800 веры... Кстати, я, в принципе, его могу купить вам и показать. Уже тысяча. Каждый натуралист, он все дороже и дороже стоит. Я просто уже несколько их купил. Когда вы покупаете натуралиста за веру, то вам подсвечиваются те клетки, где вы можете... Вот, например. Вот вам клетка, где вы можете построить национальный парк. Потому что у меня тут три нетронутых леса и нетронутые ресурсы. Вот здесь я могу все это... Если бы у меня тут были лесопилки, то я бы уже не мог построить национальный парк в этом месте. Ну, чтобы больше нигде не подсвечивается, да. При этом, вот, например, у рабочих есть возможность леса высаживать. То есть вы можете высадить четыре клетки вот так вот леса и построить там национальный парк. Ну, и морские курорты тоже не забывайте. Это такая возможность получить туризм. Естественно, все чудеса приносят туризм. Причем многие забывают, что зависит от того, к какой эре относится чудо. Чем более старое чудо, тем с каждой эрой оно начинает давать все больше и больше очков туризма. Неплохая идея построить там, например, те же пирамиды. Ну, вот, наверное, пирамиды. Видите, они 18 очков туризма у меня дают. Да и то же самое касается Стоунхенджа. А, например, что-то более новое. Эрмитаж, он 10 очков туризма в ход дает. Потому что каждая эра это плюс дополнительно, по-моему, два очка туризма. И, собственно, чем раньше вы построили, тем больше у вас этого туризма и накапливается. Так что, если вы играете, пробуете играть на туристическую победу, то, в принципе, чудеса. Причем это зависит, кстати, не в какую эру вы построите, а просто к какой эре это чудо относится. Так что можно их и позже построить на самом деле. Если кто-то вначале очень нехило так давит туризмом религиозным, то есть у него там много реликвий и прочее, то вам надо спешить в просвещение. Видите, эффекты религиозного туризма по отношению к вашей цивилизации уменьшаются в два раза. При этом против этого лома есть свой прием под названием «Чудо света Христос Искупитель». Видите, туризм от реликвий и священных мест не уменьшается из-за цивилизации, открывших социальный институт просвещения. При этом удваивает туризм от морских курортов вашей цивилизации. Так что человека, пытающегося победить культурой, Христос Искупитель практически обязательное чудо. Ну и вообще понятно, что увеличивать туризм, собственно, как и культуру для защиты от туризма, можно всякими социальными политиками, которых много. Ну для культуры плюс 100% от зданий в культурном районе сразу очень прилично поднимает значение культуры. Для туризма тут вообще несколько есть. И плюс 50% туризма для цивилизации, которым проложены торговые пути. И плюс 100% туризма от шедевров. Ну это все в экономике в основном. По-моему, ни в войне, ни в дипломатии нету цивиков на туризм. Вот в экономике есть. Ну и вообще последние самые социальные политики, открываемые цивики, они больше всего дают, извините, социальные сети. Вот плюс 50% к торговым путям. Вот утраивают туризм от музыкальных шедевров спутниковое вещание. Так что не хочу просто вдаваться вот в эти подробности, прям рассказывать, кто сколько чего дает. Я вам даю просто направление развития стратегии. Если в общих чертах вот подвести итог, то на самом деле, по-моему, туризмом в сетевой игре против людей, которые будут вооружены моим вот этим гайдом и будут понимать, как работает туризм, победить ну очень сложно. Вот давайте посмотрим, например, у нас тут Польша стремится к туристической победе, да. Значит, у нас главное Японии повысить культуру. Значит, надо объявить войну Польши, во-первых, чтобы она не могла пускать ко мне караваны. То есть это уже вот эти 75% уберутся. Дальше можно Японии принять фашизм. То есть станет еще минус 33% ко всему этому туризму. Ну, закрытые границы, само собой, то есть это никакого бонуса не будет влиять. И повысить культуру в Японии, которая будет подниматься. Вот мы до этого считали, что плюс один турист, да, повышается в внешний. Соответственно, Японии, чтобы получать одного внутреннего туриста, надо примерно 100 культур и вход иметь. Вот у нее и так уже 133 культуры вход. Как тут победить туризмом в данном случае, я не вижу, честно говоря. То есть, ну, на самом деле, тут я могу постараться. Тут скорее, знаете, ты скорее всех захватишь или наукой улетишь действительно, чем можешь туризмом победить. Даже воевать с людьми не надо, там их захватывать. Слишком медленно это все набирается. Возможно, если кто-то прям сделает упор на туризм, он и сможет победить. Но я очень сомневаюсь, тогда просто человек по всем остальным параметрам просаживается. И самое неприятное, что в шестой циве по поводу туризма, в пятой туризм еще какие-то плюшки давал. То есть, караваны к странам, с которыми у вас высокий туризм, там, давали дополнительно какие-то бонусы. Там, и захват городов как-то повышался. Здесь, в шестой циве, на данный момент туризм ради туризма и все. То, что у меня тут накапливается, это мне никаких плюсов абсолютно не добавляет. Если говорить вообще про туристическую победу, то, в принципе, 5-6 городов должно хватить. Делайте упор на археологические музеи, но и про художественные музеи не стоит забывать, потому что вы в любом случае будете генерировать очки великих художников, и вам просто будет некуда девать шедевры. То есть, наверное, если 6 городов, то, пожалуй, 4 археологических музея и 2 художественных музея. Не забывайте про коммерческие зоны. Как ни странно, при игре через туризм они важны, потому что вам нужны торговые караваны в чужие страны, чтобы получать дополнительный бонус к туризму. Так что важно, но все-таки театральные районы в первую очередь, потом уже коммерческие. Ну и по науке желательно, конечно, не проседать, особенно в сетевой игре, иначе к вам придут люди с юнитами и вас вынесут. Потому что, к сожалению, вот в социальных политиках я считаю, что это неправильно, что здесь практически нету юнитов. Вот появился теперь уникальный польский юнит и еще капер есть. И, по-моему, вот, кстати, меморокантилизм. И, по-моему, все, на этом все юниты военные, именно военные, закончились в социальных политиках через культуру. А это, я считаю, не очень правильно. То есть, интереснее было бы, если бы тут было побольше юнитов, и раз у тебя такая высокая культура, можно было бы и нападать, и защищаться. Есть такая стратегия раннего Russia-реликвиями. Ну, то есть, для этого у вас должны быть апостолы с промоушеном мученик. То есть, когда они умирают, у них остается реликвия. Это единственная возможность ее получить. Но, к сожалению... Ну, кстати, есть еще там в руинах иногда находятся. Но, к сожалению, во-первых, это работает только против компьютера, по-хорошему. Потому что люди очень редко воюют вот святыми юнитами между собой. А апостол не просто должен воевать, но он еще и умереть должен. Ну, вот я, например, вот в этой игре как-то и компьютер не особо вел свои юниты ко мне святые. Я как-то так пообращал чужие города спокойно в свою религию. То есть, это настолько случайная возможность этих реликвий наполучать, что скорее вы религиозно победите, по-моему, больше вероятность, чем вы раш-реликвиями устроите. Если вы меня спросите, какие нации лучше всего для туристической победы? Ну, опять же, это, знаете, такой начинается гайд. Явно оно все будет меняться. Но я бы назвал сейчас три основных. Во-первых, Конго. Как ни странно. Но тут вот эта Иханкисия, которая дает от реликвий артефактов и скульптурного шедевра в дополнение к культуре куча всего. То есть, если вы тут пойдете на именно культурную такую игру, то вы, кроме культуры, еще кучу всяких возможностей получаете. Да еще и во дворце пять ячеек для шедевров есть. Напомню, у обычной нации всего одна ячейка во дворце. То есть, у вас сразу есть куда пихать шедевры. То есть, вообще, желательно прямо сразу строить театральный район. И, в принципе, за Конго очень интересная игра в этом плане получается, культурная. Во-вторых, естественно, Греция со своим уникальным районом. И, в-третьих, как ни странно, Россия. Потому что российский уникальный район, Лавра, дает еще и очки великих людей. Вот видите, очки великих людей именно культурных. Писателя, художника и музыканта. Естественно, вам надо будет театральный район построить, без вопросов. Но зато у вас этих великих людей будет много, и они будут появляться быстро. Поэтому вот три Конго, Греция и Россия. По моему скромному времени, мнения очень такие неплохие. Ну, в общем-то, все, что я хотел про туризм сказать. Если у вас есть что дополнить, пишите в комментариях. Надеюсь, теперь вам, как и мне, стало понятнее, как туризм в игре работает. Потому что, ну, действительно, они как-то так намудрили это. Хотя, на самом деле, все довольно просто. Если уж так откровенно говорить. Вот, разобрались. Теперь и вам, и мне станет играть проще. Но если, опять же, что-то я забыл упомянуть, то, пожалуйста, дописывайте в комментариях. На этом все. Пользуйтесь дваги, сыграйте в умные игры. До свидания. Спасибо, что засорели до конца. Я, Леша Халецкий, тот, кто сделал это видео. У меня к вам несколько просьб. Во-первых, не забудьте поставить лайк. А во-вторых, поделиться этим видео. Раз уж вы засорели до конца, видимо, оно вам понравилось. Я вам буду благодарен, и это поможет распространению моего творчества для более широких масс. На этом все. Играйте в умные игры.